Например, за руль можно сесть всем, если есть права. В сегодняшнем репатаже расскажем о новых правилах сдачи экзаменов в автошколах и ЕБДД. Танцевать тоже может научиться каждый, прямо в МГУ. Университетский ансамбль народного танца «Весна» открыл новый сезон победы на всероссийском конкурсе. Юмор – еще один жанр, исключающий гендерное неравенство. На студенческой лиге стендап рассказывают, как правильно шутить и не бояться микрофона. Сейчас мы разрабатываем не только программу для школьников, но и программу для учителей, как учить школьников в журналистике. Но это будет, видимо, какая-то короткая модульная программа, потому что мы понимаем, что учителя летом довольно сильно заняты. И, скорее, такой интенсив, в рамках которого мы поделимся лучшими нашими наработками относительно того, как учить школьников в журналистике. А для тех, кто живет не в Москве, журфак давно придумал альтернативу. Каждый год проводит конкурс школьных СМИ. В этот раз гран-при забрал медиа-центр из города Гусь-Хрустальный. Кстати, руководитель центра выпускник журфака. Говорит, медиа-классы помогают отработать профессиональные навыки. Детям нравится, потому что, во-первых, они общаются, во-первых, это другого уровня знания. Это не стандартный русский язык, это не стандартный, я не знаю, какой-то там проект. То есть, да, мы говорим с ними про школьные СМИ, но постоянно я делаю акцент, что возьмите для себя, вот вы научились писать тексты, вы знаете, как это делать, делайте это для себя. Школьные СМИ помогают ученикам понять, идти им в профессию или сменить круг интересов. Совместный проект московских школ и факультета журналистики МГУ начнет свою работу уже осенью. Возможно, кто-то из будущих участников медиа-классов станет победителем конкурса СМИ в следующем году. МГУ не только сотрудничает со школами, но и открывает свои, правда, автомобильные, прямо на Ленинских горах. Кстати, 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи практической части экзамена по вождению. Как теперь проходит этап площадки и сколько у будущих водителей попыток на экзамене, расскажет Георгий Скобликов. Гараж, параллельная парковка, змейка. Раньше эти упражнения во время экзаменов ГАИ выполнялись здесь, на площадке. Но с 1 апреля этого года вся сдача на права в городе. Изменения правил сдачи экзамена в ГИБДД планировали вводить весной 2020-го. Но из-за пандемии перенесли на октябрь. В этом году новые правила вступили в силу. Нормативная база экзамена стала понятнее инструкторам и ученикам. По версии тех органов, которые принимают подобные решения, это делается исключительно с одной благородной целью – улучшить качество подготовки водителей в рамках автошколы. Выполнять упражнения стало легче. Раньше на заезд в гараж была одна попытка. Теперь в городе ученик может два раза включить заднюю передачу. Также с параллельной парковкой и разворотом. Это у нас первое включение режима реверс, напоминаю. Так как сразу машина не способна повернуть, в данном случае мы упираемся немного… В стенку слева. Да, в стенку, которая дальняя. Остановку делаем, переключаемся на режим реверс. Так как нам нужно корму автомобиля подвинуть несколько правее, чтобы вы хорошо попали в это парковочное пространство, вы можете уже здесь открутить. Вот, выполняем остановку. И как видите, со второго включения режима реверс мы уже элементарно-то выпадаем. Да, довольно-таки легко. За ошибки наказывают тоже по-новому. Вместо 10 штрафных баллов всего 5. А отметку не сдал, получают при непристегнутом ремне и разговоре по телефону. Зато страх задеть конус в прошлом. Вот, чуть-чуть конус сбил. Нехорошо. Да, за это уже выгоняли на площадке. Ну, в городе этого конуса не будет. В городе самое главное, чтобы мы выполнили именно парковочные действия, все верно. И запарковали автомобиль внутри габаритного пространства нашего парковочного места. По новому регламенту инспектор может пропустить одно из упражнений. Если нет условий для его выполнения, нет свободных мест, никто не заставит парковаться. Зато другие упражнения пройдут в городе. Кандидатам водителей будет мешать непредсказуемая обстановка. Если на площадке ситуация была всегда стационарная и не было никаких внешних факторов, скажем так, то, конечно, в условиях города выполнить те же самые достаточно сложные элементы будет, ну, наверное, все-таки посложнее. Но в плане применительного в дальнейшем, как я уже сказал, это должно сказаться в лучшую сторону в плане подготовки водителей. Планов массово сносить площадки для вождения нет. Здесь ученики обретают навыки, а в городе оттачивают и демонстрируют их инспектору. А для студентов МГУ есть автошкола при ВУЗе. Георгий Скобликов, Анастасия Шейкина, Сергей Сальников, Маховая-9. Пока в автошколе изучают новые правила, профсоюз успел провести для своих активистов специальные тренинги, профстарты. Там студенты изучали социальное взаимодействие и даже пиар. Например, узнали, как организовать мероприятие, на которое захочет прийти каждый. Оказывается, нужно просто заранее о нем рассказать. Знаниями делились студенты старших курсов. Профстарт – это мероприятие для студентов первого-второго курса Московского университета, где они могут познакомиться с деятельностью профсоюзной организации и найти себя, потому что мы рассказываем о том, как себя, соответственно, найти, какие навыки прокачать, с кем познакомиться и как вообще годы в университете провести с максимальной пользой. Новые знакомства – одно из главных преимуществ профстартов. Чтобы сплотить студентов разных курсов и факультетов, их разбивают на команды. Вместе нужно разыграть миниатюру, пройти квест или снять ТикТок. Кстати, 24 апреля каждый сможет стать участником подобной акции. Профсоюз проведет день тренингов МГУ. Экогильдия – еще один полезный проект МГУ, в котором участвуют студенты. Сейчас экоактивисты учат правильно разделять мусор. Это сокращает количество свалок на 90%. И заодно спасает людей от вредных выбросов и неприятных запахов. На акциях ломоносов разделяют, собирают до двух тонн отходов. Они идут на переработку и превращаются в новое сырье. Организаторы уверены – привить привычку сортировать мусор возможно. Нужно только начать. Нужно в некоторой степени просто осознать в тот момент, что это просто упаковка. И нужно с ней поступить, как подобает, скажем, воспитанному человеку. То есть тому человеку, который понимает, что он живет здесь на планете. И потребляет ресурсы. И в том числе ему дальше здесь жить. Помочь защитить природу можно 18 и 24 апреля. Отходы будут принимать в шести точках. Например, у главного здания МГУ или около ДАСа. Экологическими проблемами занимаются на природе, у главного здания. А внутри танцуют. Катя-то знала, что в МГУ есть свой ансамбль народного танца «Весна». Конечно. Он появился в 2016 году. И практически сразу стал лицом МГУ на разных танцевальных конкурсах. А неделю назад привез кубки из Нижнего Новгорода. Каким трудом танцорам достаются награды, узнала Мария Гордеева. В танцевальном зале МГУ работа начинается поздно вечером. Одни растягиваются, другие отрабатывают движения. Времени на отдых у ансамбля «Весна» нет. Готовятся представлять МГУ на московской студенческой весне. В прошлом году прошел танцевальный фестиваль. Вот прямо перед карантином. 5 марта, по-моему. И нас оценил жюри. В этом году решили от университета отправить на московскую студенческую весну лауреатов, финалистов фестивалей прошлого года. Повороты и прыжки – элементы испанского танца «Арагонская охота». С ним ансамбль и выступит на московской студвесне. Я от народных танцев далека, поэтому со мной все нужно разбирать очень подробно, но даже подсчет все очень сложно. Танцевать это в быстром темпе еще сложнее. Дыхания не хватает, ноги путаются. В общем, не быть мне великим танцором. А участникам ансамбля «Весна» наоборот. Катя Башкинцева занимается танцами уже 7 лет. В этом году присоединилась к весне. Говорит, это для нее особенное место. Мне очень здесь нравится, потому что здесь довольно-таки теплая атмосфера. Мы все друг друга уважаем, любим. Это очень классно. Как сказать, это такое место, куда ты приходишь и отдыхаешь душой. Из-за пандемии Кате пришлось прервать тренировки на 4 месяца. Потом с февраля репетиции по 3 раза в неделю. И долгожданная поездка в Нижний Новгород. Там прошел международный конкурс. Весна дважды стала лауреатом. Были дополнительные репетиции, репетиции на сцене. Примерка костюмов очень-очень интересна. Потом поехали, выступили лучше всех и взяли первое место, которому мы очень рады. Теперь главное – хорошо выступить на московской студвесне. Кстати, ансамбль уже трижды выигрывал этот конкурс. Если танцоры повторят победу, смогут поехать на всероссийский этап. Он пройдет в Нижнем Новгороде. Коллектив МГУ там уже полюбили. Мария Гордеева, Виолетта Сажина, Маховая, Девять. Катя, ты знала, что музыку к танцу «Арагонская охота» написал русский композитор Михаил Глинка. Ведь в его эпоху тема Испания была модной. Интересно, а почему именно Испания? Кореида, море или что-то посерьезнее? Политика страны? Если хочешь знать больше о политике, то тебе точно надо в ООН. У МГУ она своя. Правда, только ее модель. Студенты разных факультетов на время становятся дипломатами. Забывают о настоящем гражданстве и представляют другую страну. Например, изучают внешнюю политику Аргентины. Участники ведут дискуссии и создают коалиции. Все как на настоящем заседании ООН. Мне кажется, модель ООН – это уникальная площадка, где люди могут применить полученные hard skills и получить недостающие soft skills, такие как работа в команде, как развитие коммуникабельности, изучение международного права, мировой экономики, каких-то дипломатических аспектов. Поэтому моделью это круто. Кстати, сейчас модель расширяет команду. С 1 апреля ждут новых участников в секретариате. Принимают не только делегатов, но и журналистов. На последней конференции они разыгрывали борьбу между BBC, CNN и Russia Today. Чтобы попасть в делегацию, нужно написать эссе и пройти собеседование. Вопросы касаются ООН. Хоть отборы в секретариат ООН пройдут очно, пандемия, как мы знаем, полностью еще не ушла. И дело не только в масках. Изоляция повлияла на ментальное здоровье многих. Например, теперь тьютеры помогают первокурсникам и с учебой справиться, и стресс преодолеть. Чтобы студенты давали дельные советы, для них провели психологические тренинги. Ну, какие-то простые вещи, с помощью которых можно определить эмоциональное состояние, мне кажется, и тьютер может спокойно сделать. И потенциально, не знаю, более тревожных детей, студентов обнаружить. И каким-то образом их поддерживать, им помогать, возможно, даже контакты психологов дать. Тренинг прошел в онлайн-формате, так что студенты находились в комфортной обстановке. Не мешали ни посторонние звуки, ни разъяренные динозавры. Ведь именно с ними пообещали научить справляться организаторы встречи. Можно подумать про свою тревогу. То есть экстернализация – это один из способов, которым мы предлагаем, чтобы обратить на нее внимание. И просто подумать о ней в любой доступной форме. Это может быть словесное описание, это может быть написание рассказа, это может быть рисунок, это может быть просто обсуждение с кем-либо, кому вы доверяете. Сам факт того, что вы обращаете внимание на свою тревогу, помогает с ней справиться. В этот раз количество мест на онлайн-тренинг было ограничено. В будущем организаторы планируют увеличить число участников. Ну а пока доступна психологическая помощь в ДАСе. В конце марта она возобновила свою работу. Студенты могут записаться на консультацию по телефону с 12 до 7 часов в будние дни. Звонок бесплатный и, главное, анонимный. У каждого свои способы борьбы со страхами и волнениями. Некоторые выбирают публичные выступления. Если в нашем с тобой случае это камера и видео не выпуска, то для молодых комиков это формат стендапа. Среди вузов есть и свое комедийное сообщество «Студенческая лига стендап». Молодых комиков учат шутить и дают возможность выступить на главных юмористических сценах страны. Софья Сорочинская попробовала себя в роли стендапера и узнала, как попасть в лигу. Смотрим. Говорят, девушкам не место в стендапе. Второкурсница педагогического университета Ксения Ахова борется с этим стереотипом. Прошла отбор в студенческую лигу и теперь выступает на открытых микрофонах. Конечно, есть и стереотипы о том, что девочке в юморе лучше не надо этого делать, но нужно доказывать обратное. Вот так. Вот на этой сцене выступают студенты, которые решили попробовать себя в стендапе. Перед началом выступления нужно расслабиться, взять в руки микрофон и взглянуть в глаза зрителю. Зрительный зал, кстати, расположен очень близко к сцене, что добавляет волнительности. Организаторы советуют не бояться периодически ходить с стороны в сторону, реагировать на отклики из зала и ни в коем случае не показывать свой страх. Да, уж, задачка не из легких, но опытные комики говорят, что все не так сложно. В мае начнутся кастинги. Опытные стендаперы выберут среди молодых комиков новых резидентов студенческой лиги. Организаторы говорят, особых критериев отбора нет. Чтобы вас заметили, нужно чаще выступать на открытых микрофонах и не бояться показывать себя. Главное, не допускать типичные ошибки. Самые популярные ошибки начинающих комиков. Первое, они прячутся за стойку. То есть, как правило, на стендап-концертах стойка стоит в середине сцены, и они за нее берут микрофон и стоят за ней. То есть, думают, что их не видно за ней. Нет, это не так. То есть, первый момент. Второй момент, они очень сильно углубляются назад. То есть, когда ты делаешь от зрителя шаг назад, означает, что ты боишься. Вот, все. И зритель уже такой, да, он ничего не умеет. Уже все, изначально человек испортил. Уверенности недостаточно. Нужно правильно выбрать тему. Например, кто-то из резидентов рассказывает про отношения в семье, первую любовь и любимую еду. Другие делятся смешными моментами с открытых микрофонов. Все комики сходятся в одном. Нужно писать о том, что вас цепляет. Если у вас нет материала, сначала записаться, а потом писать материал. Мозг сам начнет придумывать, потому что страшно становится привезти с собой друзей куда-нибудь и выступить. Самое главное, первый раз выступить. И дальше потихонечку вы начнете влияться. Опытные комики часто рассказывают, как они начинали свой профессиональный путь. Стереотипы или импульсивное решение разные жизненные ситуации приводят на открытый микрофон. В студенческой лиге стендапа такие мероприятия проводят каждую неделю и принять участие может любой желающий. Софья Сорочинская, Виктория Гришко, Маховая 9. Да, юмор – это тоже искусство. Я бы хотела написать монолог и выступить перед залом. А мне было бы интересно посмотреть на борьбу ведущих BBC, CNN и Russia Today. Ну и, конечно, поучаствовать самой. Кать, ну а пока Никита и Максим приписывают себя культовым романсам, пойдем готовиться уже к новому тематическому выпуску. До встречи на Маховая 9. Пока. В прошлом году отгремел юбилей Великой Победы. Но это не значит, что можно забывать своих героев. Канал Маховая 9 совместно с изданием «Журналист онлайн» продолжает вести проект «Наследники Победы». В нем студенты рассказывают про своих прабабушек, прадедушек и родственников, которые приближали Победу. Станьте участником проекта и вы. Присылайте свои истории на почту Маховой 9 или приходите к нам в студию, чтобы поделиться историями ваших победителей.